Аэропорт Внуково утром 4 июля. С половины шестого до восьми утра все рейсы здесь были отложены в целях безопасности из-за атак беспилотников. Сообщалось о четырех взрывах в различных местах в Новой Москве и Московской области, а также еще об одном в Калужской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, жертв и пострадавших не было. Вот как произошедшее описывают жители поселка Валуева в Новой Москве, где по сообщениям российских СМИ были сбиты два беспилотника. Они упали в чистом поле. Сперва что-то летело, потом два хлопка. Ну это далековато там вот за лесом где-то, ну примерно так. А потом минут через пять у нас даже дом задрялся. Были сильные взрывы, очень сильно тряхануло дом один раз. Ребенок очень сильно испугался. Утром пол шестого утра был хлопок. Сначала один, потом спустя 2-3 минуты второй, спустя 5 минут третий. Дом прям дрожали стекла. И было очень страшно. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или не отреализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт. При этом российские власти вину за атаку возлагают на Киев. Вероятно, за атаками беспилотников на самом деле стоит Украина. Однако доказательств этому нет, по крайней мере на данный момент. Стратегия, которой придерживается украинское руководство, если это действительно оно несет ответственность за атаки, состоит в том, чтобы дать понять российскому населению. Мы принесем войну к вам. Вы не можете расслабляться и делать вид, что она вас не касается, потому что ведется в Украине. Нет, мы принесем войну к вам домой. И тогда вы сами столкнетесь с ужасами войны. И второй посыл – дать понять населению, что российское руководство не может защитить его от подобных атак. Это в большей степени касается обстрелов в приграничных районах России, например, в Курске или Брянске, но также и налетов беспилотников. Это не первая атака дронов вблизи Москвы. Подобные налеты были в начале и конце мая. Владимир Путин сказал тогда, что система ПВО сработала удовлетворительно, хотя есть еще над чем работать. А как к подобным инцидентам относятся на Западе? Публично озвучивается лишь сдержанная критика подобных действий. Обычно позиция США заключается в том, что мы не помогаем Украине проводить такие атаки и не поощряем их. Это официальная позиция. За кулисами, несомненно, американская страна, а также правительство других западных стран, уже предупредили Украину о недопустимости подобных действий, особенно касательно обстрелов приграничных районов. Они опасаются эскалации боевых действий. Приведет ли это к желаемому результату в Украине? Весьма сомнительно. Это видно по непрерывности подобных атак. Эксперт полагает, что Киев и дальше будет пытаться посеять страх среди россиян. Это то, с чем украинцы сталкиваются уже на протяжении почти полутора лет во время российских ракетных ударов.